Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна, и в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю со 2 по 8 января уже 2023 года. Всех вас с наступившим уже Новым годом! Поздравляю и желаю вам всего наилучшего! Я всегда желаю двух вещей – это крепкого здоровья и хорошего настроения. И считаю, что именно эти два ингредиента позволяют нам чувствовать на любом промежутке нашей жизни себя счастливыми. Ну что ж, давайте поговорим о том, что нам дарят звезды, что нам дарят небеса буквально на первой неделе наступившего года. А дарят они нам, ох, какие серьезные перемены! И, возможно, сейчас они будут не очень очевидны, значимы и ощутимы, но, может, нужно заранее понимать то, что произойти может, потому что это обязательно произойдет. Возможно, не на этой неделе, но немного позже. Но именно на этой неделе будут заложены основания для тех событий, которые произойдут у кого-то, может быть, уже и в январе. А для кого-то они случатся несколько позже, например, весной. Тем не менее, на этой неделе мы ждем с вами перехода Венеры в другой знак. А эта планета отвечает за отношения, за любовь, за определенную гармонию, за возможность человеку понравиться и быть с другим человеком. И поэтому, если вы хотите каких-то перемен буквально в личной жизни, давайте уж честно скажем, то вот как раз-таки переходы планеты Венеры в другой знак и ее взаимодействие благоприятное на небе с другими планетами в таком случае всегда надо использовать. Поэтому эта неделя, она в том числе и очень интересна с точки зрения личной жизни, потому что в ней могут произойти перемены. Но не говорится точно, на небесах нет конкретных векторов развития, в какую сторону эти изменения пойдут. Поэтому все отдано на волю нам. Энергия есть венерианская, да, она связана с дружбой, с взаимодействием, она связана с попыткой найти соратников, единомышленников. Почему? Потому что Венера переходит в знак очень дружелюбный, хоть он и не слишком романтичный, но он все равно склоняет нас всех в той или иной степени, в зависимости, конечно, от наших естественных потребностей, все-таки быть более гуманными, более заинтересованными в другом человеке, больше дружить с другим человеком, чем, например, конфликтовать или оставаться к нему нейтральным, или, например, к каким-то категорически настроенным. Так что Венера нам в помощь, и будет она нам помогать в вопросе устройства, лучшего устройства в нашей личной жизни и наших личных взаимодействий с 3 января начиная. С 3 она будет помогать, и ее помощь распространится не только на эту неделю. Хочу сказать, что ее помощь распространится примерно до 27 января включительно. Там Венера перейдет в знак даже куда более удачный для отношений, но там отношения уже сугубо интимные, очень-очень сентиментальные, романтичные, даже несколько жертвенные. Для современного все-таки человека Венера в рыбах такая, ну, она слишком фантазийная. Поэтому, мне кажется, Венера в водолее, согласно, ну, скажем так, нашему естественному настрою, да, она больше подходит нам для того, чтобы мы создавали отношения, и они сразу попали в какую-то такую, для нас, по крайней мере, безопасную канву. Ну, это первая новость, которая нас ждет на этой неделе, и первая возможность, которая нам предоставляется, но не единственная. Не единственная. Вот среда, четверг – это самые-самые удачные дни для взаимодействия с другим человеком. И вот в среду и четверг точно нужно пойти на свидание с тем, кто вам очень нравится. Может быть, даже инициативу стоит проявить самому, и ничего там такого не будет. Всегда найдете благовидный предлог, который даст вам возможность спокойно встретиться и не чувствовать себя каким-то раскрытым и рассекреченным. Что же касается других новостей, то они больше связаны с концом этой недели, потому что уже четверг, пятница и суббота – это время, когда, во-первых, у нас наступает период, нам нужно ставить определенные точки над «и», нам нужно решать для себя какие-то конкретные вопросы. Этому будет потворствовать полнолуние в знаке рака в 16 градусе. Но я говорю это для тех, кто понимает в градусах, знает, что по градусам и по знаку можно понять, есть ли резонанс карты рождения. Если у вас нет таких знаний, ничего страшного, просто знайте, что четверг, пятница и суббота – это время, когда вы можете что-то поменять в своей жизни. То есть здесь сложно будет, например, стартовать с чем-то новым. Продолжать что-то старое в том русле, в котором вы хотели бы продолжать или в котором оно сейчас идет, тоже проблематично. А вот если вы хотите каких-то перемен, то вот как раз-таки перемены или какой-то ясности, то вот они как раз-таки четверг, пятница, но особенно суббота вполне могут настать. Так что нам как? Нам же что можно сделать? Если мы знаем, к чему склоняет время нас, мы можем обойти эту ситуацию, ее не спровоцировать, не инициировать, чтобы не произошло ничего, что согласно звездам должно произойти, или же наоборот, всячески потворствовать этому, для того, чтобы это в обязательном порядке произошло в нашей жизни. Ну, я не знаю о ваших планах, но рассказываю вам, как это может быть. Ну, а также в субботу у нас ждет начало нового меркурианского цикла. Этот цикл связан с прохождением Меркурия около Солнца. Соединение будет Меркурия, в это время он будет ретроградным, с Солнцем. Начало меркурианского цикла – это всегда про закладку какого-то нового решения в нашей жизни. Оно может быть не стратегическим, оно может не являться решением, которое сделает ближайшие 20 лет наших, нет. Это решение буквально на 3-4 месяца последующих. Но все зависит от того, каким оно будет, понимаете? Ведь мы очень много решений принимаем на автомате, не обдумав, не оценив. И как-то вот оно у нас спонтанно приходит, мы почему-то ему в определенный момент начинаем верить, а дальше идет череда ошибок и, конечно же, прогнозируемая неудача. Но когда мы понимаем, что в этот период надо принять решение, и мы уделяем этому внимание, мы делаем это осознанно, мы обсуждаем это сами с собой и, может быть, собираем под это определенную информацию все совсем по-другому. Целые 3 месяца мы потом живем в совершенно другой реальности, в которой все достаточно контролируемо нами и предсказуемо. Ну попробуйте это сделать, вот как раз-таки суббота вам будет в помощь. Тем более это произойдет на полнолуние. Но воскресенье я оставила просто вот на, как правильно сказать, ну как вишенка на торте, да знаете? Потому что черная луна – тот самый элемент, который очень всех нас беспокоит. Как-то уже даже вот когда этот термин «незнающий человек» слышит, наверное, у него уже закрадывается какое-то напряжение в тело. Да, потому что, ну если она черная, да еще тем более луна, мама дорогая, но это что-то с потустороннего мира не иначе. Ну, как бы понятно, что черной луны не существует на небе, иначе бы мы о ней все слышали, это не является планетой. Черная луна – это геометрическая точка, которая действительно есть только в карте рождения, ее нет в космосе. Но даже несмотря на то, что это искусственно вычисленный элемент карты рождения, искусственно вычисленный элемент вообще в астрологии западной, влияние от этого элемента не уменьшается. Правда, оно становится не столь очевидным, как влияние любой планеты, то есть космического тела, которое имеет свою реальную физическую энергию. Но сейчас я об этом немного более полно расскажу. Я хочу вам напомнить, что у меня уже вышел прогноз на январь, и вы можете вот как раз в прогнозе на январь узнать о черной луне. Очень-очень много информации. Здесь я, пожалуй, буду более кратка и лаконична. И еще вам напомню о том, что в моей школе происходит сейчас очень интересное событие, и они связаны с тем, что буквально в январе месяце мы приглашаем вас всех принять участие в курсе, который читает мой куратор, бывший ученик моей школы Дарья Субботина, она читает свой авторский курс по солярам. Соляр – это годовая индивидуальная карта, то есть это та карта, которую может построить любой из вас, и с помощью которой можно спрогнозировать год. Так вот, буквально вот 8 января, в воскресенье, Дарья приглашает вас всех на открытую встречу, которая будет посвящена в том числе и соляру, но мы для этой встречи выбрали очень интересный элемент соляра, без которого год просто не произойдет. Потому что как мы будем выглядеть в этом году для других людей, это принципиально важно на самом деле для успеха нашего. Как ни крути, да? Мы не можем без людей, а люди не могут без нас. И вот в таком миксе мы все время живем и очень сильно влияем друг на друга. Без поддержки окружающих, да, без их доверия, без их интереса к нашим планам, наши планы могут не сбыться. И вот в годовой карте нашей индивидуальной, нашего индивидуального года всегда есть элемент, который показывает, как мы будем выглядеть в глазах других, и что можно сделать, чтобы усилить это присутствие, эту силу, эту мощь, эту харизму в глазах других. Так что приходите на эту открытую встречу, она совершенно бесплатная, ее будет вести Дарья, она будет проходить 8 января. И первая ссылка в описании под этим видео как раз ведет на регистрацию на эту встречу. Ну а что же касается Черной Луны, которая с 8 января по 4 октября 2023 года будет у нас находиться в знаке Льва. Меняет она знак, она меняет знак каждые 9 месяцев. У нее мы пользуемся, в принципе, для общих прогнозов, собственно, для индивидуальных. Часто используем все-таки среднюю Луну черную, а у нее скорость одна и та же. То есть она с одной и той же скоростью проходит каждый знак зодиака. И что касается Черной Луны, то это элемент, который отвечает за большие, очень сильные наши, но крайне скрытые от других и даже иногда от нас искажения и потребности. То есть то, что мы в себе не приемлем, то, что в нас не проявлено, то, что мы пытаемся в самый темный угол нашей души забросить, чем-то красивым декорациями заставить, это все равно есть в любой психике, в любом подсознании, конечно, этот темный угол есть. И вот Черная Луна, она как бы символизирует этот черный угол в нашей душе. И там таятся все наши сокровенные мечты и желания, которые мы не можем сказать другим, да и даже иногда очень страшно сказать самим себе. Когда Черная Луна, та самая, которая идет там по эклиптике, то есть по зодиакальному кругу, приходит на какой-то элемент нашей карты рождения, то она через этот элемент проявляет себя. И мы чувствуем, мы понимаем, что в этот момент вот эта потребность, это желание, которое мы в себе, может быть, очень сильно фрустрировали, не давали ему хода, оно начинает нами овладевать и нас контролировать. И дай Бог, чтобы мы это понимали. А иногда мы просто ведемся на это и даже не понимаем, что на самом деле сейчас мы представляем из себя очень странное зрелище, на которое совершенно никто не рассчитывал из окружающих людей нас. И поэтому нужно обязательно знать, как себя ведет там, в астрологическом пространстве, эта Черная Луна, где она сейчас находится. Вот сейчас она переходит 8 января в знак Льва. Если у вас что-то значимое в знаке Льва, Водолея, Тельца или Скорпиона, значит, в ближайшие 9 месяцев вы с влиянием этой Черной Луны встретитесь. Когда именно? Не могу знать, потому что это все крайне индивидуально, хотя вполне прогнозируемо. Ну, по поводу прогнозирования таких событий я учу этому на своих интенсивах, которые проходят у меня весной и осенью, так что следите за событиями. Но точно могу сказать, что если у вас такой элемент, хотя бы один присутствует из этих знаков, то вам будет что запомнить из вот этих 9 месяцев. Ну, в принципе, всех нас склоняет Черная Луна к празднованию, к такому гедонистическому проявлению в жизни, ну и критике и обесцениванию всего на свете, кроме себя любимых. Потому что Лев — это про наше эго, и в эти 9 месяцев оно себя, это эго, обязательно проявит. В зависимости от того, как мы работаем с нашим подсознанием, может проявить конструктивно или деструктивно. Ну что ж, я надеюсь, что эта неделя пройдет удивительно интересно для вас. Если вы еще на меня не подписаны, подписывайтесь обязательно, и до новых встреч. До свидания!